Друзья, всем привет! Вы, наверное, уже не ждали, а я решила вернуться. За последние два месяца у меня куча новых апдейтов, новых событий, вещей, которых я хочу вам показать. Неизменным остался только муж и ребенок. Недавно мне исполнилось 29 лет, то есть пошел последний год моего 20-летия. Сам день рождения начался не очень классно, у меня было плохое настроение. Обычно у меня всегда в районе моего дня рождения плюс-минус два дня какой-то упадок сил. В моей первой половине дня я была супер угнетенная, уже хотела отменить все празднования, но, слава богу, я этого не сделала. И вечером мы с мужем пошли в ресторан и отметили мой день рождения. Я муж и сын нашей маленькой семьей. Оттуда нереально красивый вид на Чикаго, на речку, на наш дом. Итак, перейдем к самой интересной и меркантильной теме. Что же мне муж подарил на день рождения? Подарил он на день рождения мне две вещи, даже три. Мой муж очень любит дарить подарки, но он не любит обозначать, что вот это вот именно на день рождения, на Новый год или на день Святого Валентина. Обычно он дарит эти подарки за две-три недели, ну, в общем, в районе какого-то праздника. Так, в принципе, и мои родители всегда делали. Они покупали нам, значит, мои подарки не потому, что у нас какой-то праздник, а потому что это было нужно или нам этого хотелось. Для меня, в моем мозгу, я всегда отношу подарки к какому-то определенному событию, потому что мне так ментально легче пережить тот факт, что я не осталась без подарков. На этой меркантильной ноте перейдем к первой распаковке. Итак, встречайте, моя новая любовь. Браслет в розовом золоте из коллекции Serpent & Viper фирмы Bulgari. Это итальянский бренд, им недавно исполнилось 75 лет, и у них был очень красивый кампейн, я за ним наблюдала, еще сильнее влюбилась в эту коллекцию. Поехали дальше. Следующие два подарка были совершенно не запланированы. Это случилось совершенно случайно, как бы это ни звучало, но моя подружка, дай бог ей здоровья, проговорилась, что в Саксвейф Тавеню это такой большой универмаг, где продают много разных фирм. Большие-большие распродажи. Я несколько раз была на этих распродажах, я никогда ничего не находила такого интересного. И проходя это место, я сказала мужу, давай быстренько зайдем, просто посмотрим, просто посмотрим. Боже мой. Конечно, очень-очень рада, что мы наткнулись на вот эти две коробки. Кто догадался, тут догадался, кто не догадался, сейчас покажу. Но это, конечно, too much. Итак, что же это за коробки? Та-дам! Это моя самая-самая-самая любимая фирма. Не только потому, что у них практически каждая пара – это произведение искусства, а потому что у них самые удобные туфли на этом свете. Это коробочка Manolo Blani. Когда я увидела эту пару, у меня даже не возникло вопроса. Точнее, возник вопрос, но нет. Потому что это ровно точно такая же модель, как и мои туфли, в которых я вышла замуж. Вообще, что это за фирма? Если вы никогда не слышали об этой фирме, то обязательно прогуглите, посмотрите их коллекцию. У них просто нереально красивые и оригинальные. Практически каждая пара туфель, как я уже сказала. Особенно это касается винтажных коллекций. К сожалению, я не нашла ни разу моего именно размера в хорошем состоянии. Если что-то классное найдете по классной цене, то не задумывайтесь и берите, потому что ваши ноги будут не только в красоте, но и в удобстве. В общем, не буду уже томить. Первая пара называется Hangisi. Hangisi – это название модели. И как думаете, в каком цвете они? Красивый красный цвет. Он, наверное, даже больше ближе к оранжевому. Атласные туфельки. Ну, фокусируйся. Просто посмотрите на это произведение искусства. Такая вот подошва. Конечно же, это все handmade. Очень нежная подошва. В принципе, сюда можно поставить protection, но я без protection нахожу. В общем, что скажете. Камера, кстати, достаточно хорошо передает цвет. Каблук здесь 105 мм. Это самый высокий каблук, который у них есть. По-моему, у них есть еще 70 мм и еще даже ниже. Я не люблю низкие каблуки. Я люблю либо без каблуков, либо с самым высоким каблуком. Насчет материалов. Конечно, этот атлас или атлас достаточно нежный. То есть, это не какая-нибудь канва, которую фиг убьешь. Но сейчас я вам покажу туфли, в которых я вышла замуж. Конечно, они не в идеальном состоянии. А нет, я вам соврала. У меня на самом деле здесь стоит protection. Можете поставить protection, чтобы уберечь эту нежную кожаную подошву. В общем, объективно говоря, туфли не похожи, конечно же, на новые. Но они в офигенном состоянии. К моему очень объективному мнению, учитывая то, сколько людей мне наступило на ноги, сколько раз я в них вырезалась друг от друга, о туфли моего мужа, я бы все, что можно. Плюс я еще раз вам соврала, я в них гуляла по городу. По городу Чикаго, по асфальту, по дорогам. Потому что в день росписи, у нас отдельно был день росписи и свадьба, мы гуляли по городу с фотографом и делали много красивых фотографий. В общем, опять договорилась. Вот мои самые любимые туфельки. Вот такой вот бежевый цвет с притемненными кристаллами. Конечно же, я хотела именно этого цвета на мою свадьбу. В общем, теперь у меня две пары одинаковой модели. Я просто в сумасшедшем восторге. Этот цвет называется Red. Я, по мне, так здесь немножко оранжевый оттенок. В общем, называется, как называется, мне все равно. И так, переходим ко второй паре. Сколько день уже за это мы отвалили, я расскажу в конце. Боже мой, если вы внимательно смотрели видео с моего дня рождения, то вы, наверное, разглядели эту красоту, потому что ее не заметить просто невозможно. Ко мне подходил практически каждый человек и делал комплимент насчет этих туфель. Это просто огонь. Это Muse. Они покрыты бархатом. То есть тоже достаточно деликатные, но не настолько, как Atlas. Atlas. И посмотрите, как они блестят. Мне кажется, их невозможно не заметить. Это теперь моя самая любимая пара туфель. Мне кажется, они подойдут ко всему и к джинсам, и к черному платью, и не к черному платью. В общем, я буду в них ходить на все мероприятия в ближайшее время. Раньше мерила разные мюлы, и у меня они постоянно спадали с ноги. Я не понимала, как люди ходят в мюлах. Они, конечно, очень красиво выглядят, но как в них ходить? В Manolo Blanic есть очень красивая модель мюлов, которые мне визуально нравятся. Но сколько бы я раз их не мерила, надеясь, что моя нога как-то изменилась, или мои способности ходить в этих мюлах изменились, мне совершенно не нравилось, как они сидят на моей ноге. Точнее, как они чувствуются на моей ноге. Потому что, как только я делала два шага, они с меня слетали. Эти мюлы, on the other hand, из-за того, что здесь есть вот такая вот перепонка, которая прилегает к вашей ноге и держит эти мюлы хорошо на вашей ноге, не дает им слетать. И достаточно плотно она сидит. Этот цвет называется... тоже red? Не знаю, как-то странно они называют. Модель называется Lurum. Lurum? Lurum? Кстати, интересный факт. У всех этих туфлях они все разного размера. Вот эти туфли 37-го размера. Мои самые первые Manolo Blanik 35,5. Мои оранжевые Hangisi 36-го. То есть, они все разного размера. Самое удивительное, это то, что вот эти вот две пары разного размера. Сидят совершенно одинаково и чувствуются совершенно одинаково. То, что вот эти мюлы на один размер я больше купила, это было сделано специально. Если нету пятки, ваша нога в какой-то момент может немножко съезжать назад, когда вы ходите. И для меня нет ничего ужаснее, чем свисающая пятка с таких вот сандалий, с мюлов. И я совершенно не жалею, что я купила это на размер больше. В общем, маленькая вставка из будущего. Я забыла рассказать, сколько стоит каждая пара. В общем, частная пара Hangisi, вот эта вот, изначально стоила 1195 долларов без такса. Сакс Фитавеню на распродаже они стоили 735 долларов. Мы попросили еще скидки. Кстати, да, в Америке можно так делать, ты просто тупо нагло просишь скидку. И нам скинули до 635, по-моему. Ну, то есть где-то 100 баксов скинули. Вторая пара, мюлы, изначально стоили 1395 долларов без такса. Чтобы вы понимали, такс в Иллиной где-то 10.25%. Без такса 1395 мы купили за 735 долларов. Мы получили скидку больше, чем 50%. В общем, закончим с распаковками. Последних пары новостей. К нам прилетели родители мужа. Будут с нами жить целых 2 месяца. Я знаю, что для кого-то это просто взрыв мозга. Как можно жить с родителями супруга целых 2 месяца. Обязательно вам расскажу в конце этого путешествия увлекательного. Но пока что я очень-очень нереально рада. У меня просто тает сердце. Приехали сюда помочь нам с ребенком, помочь с хозяйством. И, в общем, теперь мы с мужем имеем больше возможности проводить вместе время. Что, конечно же, очень-очень важно. Здесь чем? Мы через полчаса с мужем выходим на наше первое свидание. За последние сколько? 3 или 4 месяца. Это был Велкам Коктейл. Какой-то комплиментарий коктейл с фоткой. Обожаю несладкие коктейли. Кто-то сегодня в нас жрется. Ням-ням. Кто-то сегодня в семье. Кто-то обога. Кто-хожа. Кто-то обога. Кто-то включает. Кто-тоarden. Возле нас только что сидела одна девушка Она сидела одна Без компании Она поела быстро свою еду Оставила свое шампанское И ушла Ушла как будто типа в туалет Но мне кажется она ушла навсегда Не заплатив счет И сейчас посмотрим Была не права Она вернулась Обязательно напишите мне в комментариях Что вам больше нравится смотреть влоги Распаковки Или ситдаун Там где я просто рассуждаю На какую-то тему Спасибо большое Что досмотрели до конца До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok